Национальная культура Некоторым людям присущи западные, другим восточные особенности лидерства, другие являются космополитами и прекрасно могут работать в мультинациональных компаниях, в которых интегрированы и западные, и восточные подходы лидерства. Несколько слов о западном стиле лидерства. Западный лидер, человек, который ориентирован на задачу, независимый, творческий, предприимчивый человек. Что касается последователей, это значит, нужно найти их, обучить, возможно, дать возможность им развиваться до такой степени, что они смогут открыть свое дело, стать независимым от руководителя. Западное лидерство менее ориентировано на построение отношений, более ориентировано на достижение целей и задач. И западным руководителям необходимо посмотреть на себя со стороны, учиться всем недостаткам, которые у них есть, чтобы совершенствоваться и находить общий язык с теми людьми, которые исповедуют и которым присущий восточный стиль руководства. Для западного руководителя вполне допустимо думать о себе, что он является руководителем проекта, но он также является участником. Вот несколько слов о восточном лидере. Он прежде всего ориентирован на отношения, для него очень близки понятия общества, семья. В своем представлении он является руководителем, лидеров, последователей искать не нужно, они всегда найдутся. И на Востоке личность руководителя, лидера, она очень важна. Кажется, что люди, просто им необходим лидер, необходим руководитель, без него они не могут. Западное или восточное лидерство не может быть оценено как эффективное или неэффективное. К каждому из них присущи свои сильные и слабые стороны. По всей вероятности, работая в своем регионе, в своем контексте, западный лидер будет более эффективным. Если он учитывает особенности восточного менталитета, он будет эффективен и на Востоке. Восточным людям очень часто приходится перестраиваться, пересматривать свои стили руководства, когда они работают на Западе. Продолжение следует...